Игра для нас очень важна, много, нам надо было побеждать. Вот что ребята сделали. Второй тайм мы перестроились, стали больше играть в обороны, использовать контр-игру, потому что мы выиграли 1-0 по спиратайну. И как бы это сработало. Антон Иванов, Трибунобай, Сергей Витальевич. Приходя в команду, вы ставили задачу попытаться втиснуться в чемпионскую гонку, а там посмотрим. Второе место... Держите, слово втиснуться, это... Влезть, влезть в чемпионскую гонку, простите. Вы журналист или вы кто? Втиснуться, влезть. По вашим словам, попытаться влезть в чемпионскую гонку, а там посмотрим. Второе место после провального старта сезона, прошу прощения. Как вы отцениваете топ команды? Ну, я считаю, что команда провела хороший сезон. Да, где-то тоже потеряли очки, и соперники тоже теряли их в народном месте. Но это чемпионат, поэтому есть чемпионат, что он длится очень долго, поэтому всегда кто-то где-то ошибается. Но в целом я доволен командой, я доволен ребятами. Самое важное, мы прогрессировали. Если в первом круге мы набрали 31 очку, во втором круге мы набрали... Мы набрали 36-37, что-то такое. Значит, прогресс налицо. Плюс мы очень мало пропускаем, хотя я не скажу, что у нас были в атаке там большие проблемы. Но, если вы посмотрите, мяч от всего удара было нанесено в створ наших ворот по статистике. Я доволен ребятами, доволен командой. Спасибо. Так, еще вопросы? Сергей Витальевич, скажите, каково это? Судьба чемпионства зависит не от игры вашей команды, а от параллельных вашей. Вы знаете результаты? Не, я знаю результат. Я знаю, что там... Ну, играли бы, ну не 6 минут, но играли бы еще 10 минут, 15 минут и так далее. Вот такой чемпионат у нас. Почему-то мне странно было, почему вчера на трибуне, вот у вас, правильно, молодой человек? Почему вышла такая статья с такой подоплекой про Севастяника? Ну что, это не вброс? Заказуха? Ну что, что мне в глаза не смотрят? Заказуха натуральная. Все же это знают, все это понимают. И этот чемпионат, чем он хорош, чтобы показалась всю сущность нашего чемпиона, нашего флагмана. Я даже больше уверен, что в этой ситуации там, что сейчас мусолят про это. Мы сначала что хотели сделать? Поменять туры местами. Правильно? Было такое. И 6 клубов дает добро. В Витебск. Какое ваше было мнение? Не помните? Поменять туры? Отрицательно. Отрицательно. Отрицательно, да? Мы против. В Веринко случилось. Я согласен. Закон неправильный. Сто процентов неправильный. По закону, вот как я понимаю, если человек, да там, был человеческий фактор, он не оплатил, забыл, все, он не вышел на поле, он не участвовал в игре. Да, дайте штраф, все, но придите честно, скажите, соберите исполком, сразу после случившегося, в течение недели, соберите исполком. Я знаю, что один человек на исполкоме, Юрий Александрович, он сказал, я бы первый поднял бы руку, чтобы у них три очка. Но зачем потом подтасовку фактов делать? Зачем из всей страны, со всего чемпаната делать идиотов? Там, то Толкачев, то еще что-то, то еще. Но это бред. Мне стыдно за наш чемпионат, что он так прошел. Но это почему все вылезло? Потому что конкуренция появилась. Потому что два клуба составили конкуренцию. Не было бы конкуренции, была бы тишина, как в болоте жили бы. Еще вопросы? Есть еще вопросы? Да, да. Сергей Иванович, скажите, «Динамо» давно за последние годы так не подбиралась близко к чемпионству, не в последнем матче все решалось. Скажите, какое внутреннее состояние, какие планы на дальнейший сезон и хватит ли сил в следующем сезоне навязать, по вашему мнению, честную игру? А мы честно играть. Я вам скажу, что я в «Динамо» пристально уже смотрю не один год. Я знаю Юрий Александрович. И Юрий Александрович ведет честную борьбу за чемпионство. Я это могу утверждать. Но на будущее я даже как-то и не задумался. Прямо как закончим сезон, сядем, обсудим, что чего, куда двигаться. Но самое важное, что у нас есть костяки, есть команды, которые ребята поверят. А знаете, кто заставил их поверить? В себя. Как вы думаете? Вы журналисты. Что вы начали писать? Что это за команда? ФК «Минск» собрался в «Динамо». Что это за футболисты? Во что они играют? Да вы их заставили. Мне даже их мотивировать не надо было. Они как трибуны прочитают, все. Им даже тренер не нужен. Сколько гадостей было? Сколько на меня гадостей были, а? Я могу много чего сказать. Есть. А почему вы молчите, враг родных, первый гол забивает с нарушением, играв, бьют человека в челюсть, правильно? И тишина. Второй вообще рукой забивает. У одного была рука Бога, а у этого рука Капского получается. Сейчас даже поговорка пошла. Уже частушки знаете, какие поют? Не знаю. Не знаете, я тоже забыл. Скажите, есть ли еще вопросы? Скажите, пожалуйста, у вас были переговоры с Юрием Александровичем по поводу нового контракта? Еще не было. Еще не было. Не смущает ли вас это все-таки? Цены специалистов старались подписывать заранее? У нас такие отношения, что, вы знаете, я два раза работал в структуре клуба. Главным тренером и спортивным директором. Два раза мы приходили, я приходил, сжал руку Юрия Александровичу. Все. Мы оставались всегда в хороших отношениях с друзьями. Спасибо. Спасибо. Спасибо.